Главная стройка чемпионата выходит на финишную прямую. Самара-арена будет уникальным сооружением. Ближе к осени планируется уже засеять игровое поле травой, а там можно будет проводить и пробные матчи. Сборка металлоконструкции сейчас идет в 4 потока. В июне она будет завершена. Все работы идут строго по графику. Какого цвета будет стадион, еще предстоит определиться, но точно решение принято. Купол будет прозрачным. На сегодняшний день уже почти завершен монтаж железобетонных конструкций. Скоро начнется формирование кровли. Причем в оформлении предполагается использовать белые и серебристые оттенки, чтобы сохранить космическую тематику. Сегодня на стадионе прошло выездное заседание межведомственной комиссии, который провел первый замминистра строительства России Леонид Ставицкий. Самарская стройка под контролем федеральной власти. Ведется системный мониторинг, то есть каждое действие отслеживается в режиме онлайн. В оргкомитете уверены, что в Самаре игры чемпионата пройдут на самом высоком уровне. Самарский стадион, он сам по себе уникален по своему конструктиву, по архитектурным решениям, по организации строительства. Я считаю, что огромная работа проведена и несмотря на сложности, связанные с реализацией отдельных элементов, я имею ввиду металлоконструкции, они очень сложные. Работа вошла в график. И Самара получит великолепный, и страна получит великолепный, красивейший стадион. Готовность Самара-арены на сегодня оценивается в 65%. Работают 2,5 тысячи строителей, задействовано 148 единиц техники. По мере необходимости на помощь подрядчику направляют рабочих со стройкой областного значения. А уже к началу следующего года Самара-арена будет готова принять игры мирового футбольного первенства. Но и после чемпионата на стадион будет возложена ответственная миссия – стать спортивным и культурным центром всероссийского масштаба. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.